Из 85 субъектов Российской Федерации только в 22 регионах проводят ПЭТ-КТ-диагностику онкологических заболеваний. Совсем скоро в их число войдет и Брянская область. Это прибор, относящийся к ПЭТ-КТ. Фирма ПЭТ-технология заключила договор с Брянской областью на плане данных работ. Осуществила монтаж, ремонт, сдается в аренду им 661 квадратный метр. На этих площадях они произвели капитальный ремонт этого участка, разместили этот прибор. И здесь для жителей Брянской области будут выполняться исследования по онкологическому направлению. Первый позитронно-эмиссионный томограф в России появился в начале 2000-х. При назначении исследований пациентам Брянской области приходилось ехать в Москву, а позднее в Орел. Теперь это у нас. Но это все государственно. Потому что только подрос надо. Потому что у них заводы, ничего доставки. Потому что они препарат варят. Где будете варить? В Липецке. В Липецке. В Липецке. Это то, о чем мы много говорили. Насколько я работаю, об этом все время говорили. Наши ездят в Орел, в домочери. Должны долго ждать. Сегодня это будет все в Брянске. Все здесь, да. У нас есть онкологическая больница. То есть назначают, сюда приходят и человеку... Ни копейки областного бюджета. Все сделала. Все в ОМС. И человек платить будет или не будет? Нет, не будет. Это тариф. Все будет ходить, тариф, да. То есть будете людям делать бесплатно? Конечно. В рамках ОМС. В рамках ОМС. Стоимость нового ПЭТ-КТ – 80 миллионов рублей. На сегодня позитронно-эмиссионная диагностика – передовой край мировой медицины. Для этого метода используются различные радиофармпрепараты. И его преимуществом является то, что мы можем определить наличие онкологического процесса на ранней стадии, когда еще опухоль протекает бессимптомно. Это безопасный метод исследования и совершенно безболезненный. А также для него нет необходимости хирургического вмешательства. То есть это не инвазивный метод. Помимо раннего обнаружения онкологии, ПЭТ-КТ позволяет дифференцировать доброкачественную опухоль от злокачественной. Обнаружить первичный очаг, а также вторичное поражение, то есть метастатическое поражение. Мы можем определить тактику лечения, каким образом мы будем лечить пациента. А также мы можем определить динамику. То есть мы можем повторить этот метод в дальнейшем, чтобы понять, улучшилось или ухудшилось состояние пациента. Новый прибор последнего поколения мировой диагностики онкологии запустят уже через три месяца. Исследование на позитронно-эмиссионном томографе будет проходить в Брянской областной больнице номер один по системе ОМС. То есть для пациентов бесплатно. Алексей Есипенко, Алексей Рязанцев, Александр Жучков, Кирилл Пухляков. События Брянск.